День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Эхо средневековья. Московский журналист обнаружил на кладбище в Спасском районе уникальные исторические артефакты. Идентификация спорна. Что делать, если совпадают имена и фамилии должников и законопослушных граждан? Добегался. В Рязани вынесен еще один приговор у колонистов. Село Ижевское в Спасском районе известно на всю страну. Во-первых, здесь родился Константин Циолковский. А еще любопытным историческим фактом. До отмены крепостного права местные крестьяне сумели выкупить себя у барина. Вообще, конечно, историей здесь дышит буквально каждая постройка. О том, что скрывают места, которые чаще всего краеведы упускают из вида, кладбища, до недавних пор никто не догадывался. Специальный репортаж Марины Романек. На отгробе Пелагея Гурейкиной, с которой начался мой дилетантский интерес к мемориальной культуре, потому что вот наш участок рядышком, я убирал его по весне и увидел здесь текст, ну, какие-то крохи текста, которые были видны. И посидел час с мягкой щеткой, потер его. И вот появилась надпись, что здесь покоится почившая Пелагея Андреяновна Гурейкина, скончавшись в возрасте 40 лет, 28 апреля, кажется, 1867 года. Это, конечно, дико несправедливо, что женщины в те времена умирали такими молодыми. Можно благодарность Пелагея Гурейкину передать за то, что мы занялись этим лапидарием. Это вот все она. Лапидарием журналист Никита Гирин называет экспозицию образцов старинной письменности, выполненной на каменных плитах, в том числе на надгробиях. И вот здесь все сложилось словно пазл. Если эту подклеть разрушенного храма законсервировать и сделать навес, она станет выставочным залом для обнаруженных кучих мусора древних плит надгробий. Это очень характерный и хорошо изученный орнамент с так называемыми канелюрами. Вот такие желобки с арочными завершениями. Это очень позднеантичный такой мотив, родственный мотиву Аркады. А Аркада это самый устойчивый декор погребальных сооружений в европейской традиции. А поскольку русская мемориальная культура развивалась в ногу с европейской, немножко поспевая всегда за ней, то ничего удивительного, что орнамент в итоге в 16 веке, в конце 16 века, в середине 16 века приходит и на Русь. По расстоянию между вот этими арочками, по комбинациям других поясов декора, вот насечки, треугольники, в зависимости от того, как они вырезаны, искусствоведы определяют, датируют эти камни с точностью до четверти века, иногда даже до десятилетия. Вот таких надгробий, датированных 17 веком, практически в целости в стране сохранилось немного. Здесь, в Ижевском, их два. Скорее всего, на кладбище они попали с другого, более древнего некрополя. В Петровские времена такие надгробия вовсе использовались в качестве материала для фундаментов и потому сохранилось их немного. Между тем, подобные памятники заслуживают отдельного внимания и изучения, ведь они в том числе рисуют портрет людей, живших несколько веков назад. А значит, и нашу с вами историю. С течением времени трансформируется и мемориальная культура. Безмолвные свидетели, каменные плиты конца 18-го, середины 19-го веков тому подтверждение. Вот, например, надгробие неизвестной женщины, конец 18-го или начало 19-го века, исполненная в барочном стиле. Имени, к сожалению, нет, но есть две трогательные эпитафии от мужа и детей. Вот, на одной из них написано, что этот мавзолей поставлен таким-то, таким-то с детьми, их супруги и матери, а с другой очень забавный обвинительный тон, да как-то смело нас оставить сиротами и вообще вот надо было подумать вообще-то сначала, чем такое делать. Такие эпитафии характерны уже для конца 18-го века. Вот в начале и середине столетия обращения на могильных плитах писали от лица умершего. Надгробие крестьянина Кузьмы Фетисова. Такое вот крестьянское ижевское надгробие. То есть это первый год работы этого кладбища, 1789-й, когда построили Казанскую церковь, к которой это кладбище относится. И в этот же год умирает Кузьма Фетисов. Ему вот ставят такой барочный саркофаг с вот такими барочными волнами и с ироническими эпитафиями. Вот одна из них гласит. Читатель, камень сей не честь не доставляет, но он тебе напоминает, что совершив и ты число известных дней, селишься в хижину, подобную моей. Сколько еще имен всплывет из глубины веков? Сколько еще подобных старинных надгробий удастся обнаружить тайно? А вот вопрос, что с ними делать, решился, можно сказать, сам собой. Одновременно с расчисткой древних саркофагов Никита отвоевывает у времени и мусора остатки очень интересного храма. Еще не так давно здесь располагалась кладбищенская церковь, посвященная Тихону Прусскому. Возвели ее те самые крестьяне, которые выкупили себя у барина. И вот в день, когда они обрели свободу, жители заглянули в православный календарь, где было указано имя Тимофея Прусского. Ему и своей свободе и посвятили новый храм. Цоколь Тимофеевской церкви был сложен тычковой кладкой. Это когда кирпич выходит наружу самым своим маленьким торцом. Это очень красивое такое мелкое зерно, очень какое-то ритмичное и такое, и при этом и плотное, и динамичное. Церковь действовала до 1962 года. По слухам, сразу после страшного урагана, который разрушил деревянные шатры изящного храма, его закрыли. В закрытом он простоял на кладбище до 2016 года, постепенно ветшая. И вот когда деревянные конструкции стали представлять угрозу прохожим, местные власти решили разобрать и сжечь остатки церкви. Однако кирпичная подклеть, сокольное помещение храма сохранилось. За шесть лет основания успели завалить мусором и землей. И вот теперь ежедневно Никита Гирин методично, метр за метром, расчищает то, что осталось от символа освобождения ижевских крепостных. Чудом сохранились некоторые деревянные элементы. Скажем, Никите удалось собрать целое окно. Вот так оно выглядело. И, возможно, эта рама еще послужит в будущем в качестве инсталляции. Но пока что первоочередная задача, что называется, законсервировать сооружение, а затем вдохнуть в него новую жизнь. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Своя большая стройка идет полным ходом в Рыбновском районе. Здесь возводят индустриальный парк «Рязанский». Появление этого объекта привлечет 2500 рабочих мест. Это слова губернатора Рязанской области Николая Любимова, который проинспектировал строительство. А главное преимущество индустриального парка – наличие собственной железной дороги в 7,5 километров. Она будет соединять территорию парка с железнодорожной станцией Дягилева, Московской железной дороги. По словам главы региона, в настоящее время в индустриальный парк уже вошли 14 резидентов. Объем инвестиций составит свыше 25 миллиардов рублей. Это самый большой объект нашей Рязанской области, который позволит создать очень большое количество рабочих мест. И реально это первый такой объект, который, во-первых, позволит нам привлечь инвестиции. Много иностранных компаний, много наших рязанских. В последнее время очень часто возникают казусы с внезапным исчезновением денег на банковском счету. Это не криминал. Иногда средства арестовывают по ошибке. Причина – ваша фамилия, имя, отчество совпадают с данными у должника, который проходит по исполнительному производству. Рязанские приставы объяснили алгоритм действий гражданам, попавшим в такую ситуацию. Рязань, Краснодар, Нижневартовск. В каждом из этих городов живут законопослушные граждане, которые вынуждены выплачивать чужие долги. Точнее, как чужие, по факту – свои. Причина в том, что их имена и фамилии полностью идентичны именам должников, в отношении которых возбуждено исполнительное производство. Законопослушные граждане о своих историях рассказывают только в интернете. Камеры они избегают. А точной статистики по ошибочной идентификации нет. И понять, сколько таких людей в одной только Рязани, нельзя. Тем не менее, паниковать в каждом таком случае не нужно, говорят судебные приставы. Первым делом нужно проверить свое имя в сервисе Банк данных исполнительных производств. И уже после этого обратиться в ведомство. В случае установления данного факта во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам, следует обратиться по номеру телефона горячей линии Управления Федеральной службы судебных приставов России по Рязанской области. Плюс семь четыре девять двенадцать двадцать девять сорок семь два ноля. Звонки от граждан по телефонам горячей линии принимаются ежедневно с девяти утра до восемнадцати часов вечера. Перерыв с тринадцати часов до тринадцати сорока пяти. Следующий шаг – прием у судебного приставоисполнителя. Под рукой нужно иметь хотя бы копию паспорта, СНИЛС и НН. Подробнее расскажут по телефону. Уже на месте, в Управлении службы судебных приставов, можно получить документы, которые подтверждают ошибочную идентификацию человека как должника. Списанные деньги вернут, а наложенные ограничения снимут. Исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы федерального закона о 28 ноября 2018 года номер 451 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Ими расширен перечень сведений, идентифицирующих должника, СНИЛС и НН, серии номер документа удостоверяющего личность, серии номера водительского удостоверения, а также серии номер свидетельства о регистрации транспортного средства. Помимо этого используется УГРН. Сейчас действие этого закона, как раз в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника, приостановлено до 1 января 2022 года. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязанской области задержаны двое мигрантов, которые подозреваются в поставках и сбытии крупной партии наркотиков. У мужчин нашли почти полкилограмма героина. Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы. Анна Герцовская с подробностями. С поличным двух выходцев из Средней Азии задержали в Рыбновском районе. Их автомобиль заблокировали оперативники. Обнаружили много чего любопытного. При досмотре у мужчин были обнаружены два больших сверстка с героином общей массой 477 граммов. В съемной квартире, где жили иностранцы, оперативники изъяли героин, оставшийся от ранее привезенной партии. Электронные весы, упаковочные материалы и средства связи. Всего в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было не допущено к продаже 490 граммов героина. По версии следствия, оптовые партии героина мигранты привозили из Подмосковья и сбывали их в Рязань через так называемые закладки. По предварительной информации, мигранты в 2020 году приехали в Рязань и получили легальное трудоустройство. Некоторое время назад они решили улучшить свое финансовое положение за счет сбыта героина. И наладили контакты с интернет-магазином из теневого сегмента сети. В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Мужчинам грозит до 20 лет заключения. Сейчас они находятся под стражей. Анна Герцовская, телекомпания «Город». Год службы или судимость? Неразрешимая дилемма для многих призывников. Некоторые в страхе бегают от призыва даже под страхом ареста. Один из таких бегунков уже получил приговор по уголовному делу. 2020 год – очередной призыв. Всех новобранцев ждут в военкомате с распростертыми объятиями. Всем ребятам разосланы повестки. Только не все из них решили связать свою судьбу с армией. Причем, что называется «откосить» решили дедовским способом – просто скрываться. Так поступил и 19-летний рязанец. И писали ему, и звонили, но на парня это не действовало. В следствии мы судом установлено, что в декабре 2020 года молодой человек, являясь военно обязанным гражданином Российской Федерации, не имея законных оснований для освобождения от военной службы, будучи осведомленным и надлежащим образом уведомленным о необходимости прибытия в военный комиссариат, не явился без уважительных причин по повесткам на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. В ходе следствия обвиняемый в полном объеме признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Приговор категоричен – штраф в 40 тысяч рублей. При этом воинскую обязанность с парня никто не снимал. Он по-прежнему подлежит призыву после снятия судимости. Следственное управление еще раз обращает внимание призывников, что судимость за уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы в будущем может существенно отразиться на карьере молодого человека. Имея судимость, бывший уклонист не сможет устроиться на службу в правоохранительные органы и иные государственные органы. Поэтому, решая для себя вопрос о том, нужно ли идти в армию, юношам призывного возраста стоит задуматься о возможных последствиях уклонения от прохождения службы и принять правильное решение. Моральный выбор – это только одна сторона вопроса. Другая – закон. Если юноша твердо решил бегать от военкомата, то в отношении него возбуждается уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации. И тут либо шестизначный штраф, либо арест до полугода. В худшем случае и вовсе лишение свободы на два года. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»